На участке Горно-Ходатинский природного парка Полярно-Уральский в это время года оживленно. На особо охраняемую территорию везут подкормку для обитателей местных коралей. Какие лакомства нынче в цене у лохматых и кто делится в цабыками зимний прикорм, расскажет Евгения Любимская. Груженные Камазы отправляются в путь. Впереди больше сотни километров. Сначала он идет зимней автодорогой, а затем снежной целиной. Конечная точка участка Горно-Ходатинский природного парка Полярно-Уральский, главными обитателями которого сегодня являются овцебыки. Доставка комбикорма, овса и соли в заповедный уголок уже традиционно происходит в начале года. Время привоза кормов продиктовано самой жизнью. Угощением обитателей участка рады, конечно, всегда, но в зимнее время особенно. Участок Горно-Ходатинский расположился на уникальной территории. Здесь почву выдувают ветрами, поэтому овцебыкам есть чем питаться даже зимой. Но в особенный период, когда они ждут потомства, им необходима подкормка. Привезенные лакомства с определенным интервалом, согласно нормативам, перемещают в кораль. Раскладывают его по отработанной схеме. Всего для удобства мохнатых. В двух коралях у нас содержится 84 овцебыка. Сейчас у нас идет интенсивная подкормка, так как самки беременны. Сено завозим на снегоходах, также подкармливаем во всем. Завозим также на снегоходах и рассыпаем на снег, чтобы им было лучше видно. Ну и, соответственно, длинную полоску, так как количество большое, рассыпаем полоской. На этот раз на участок было завезено около 4 тонн сухого корма и более тонны соли. Но это еще не все. Уже следующим рейсом на кордон доставят и сено. Такого количества должно хватить на целый год, говорят работники парка. Порядка сена еще не завозили. Сейчас дороги встали, зима покрыла наконец-то все пути. Можно передвигаться машинам. Будем завозить порядка 40 тонн сена, немного более. И сухие корма еще будем делать такими же партями, еще около трех рейсов. Сегодня участок горно-ходатинский считается одним из удивительных мест не только по красоте природы, но и из-за своих обитателей с древними генами. Есть здесь и другие постояльцы лошади, которые несколько лет назад поселились на кордоне и неплохо соседствуются в Цабыкане. Ко всей этой живности работники парка относятся с особой заботой и даже трепетом. А потому привезенные лакомства будут делить на всех поровну. Шутят они. Евгения Любимская, Александр Чирва, Вести, Ямал.